И все так спрашивали постоянно, а что ты сломала руку? Ну вот так вот, по одному, аккуратненько. Да ну хватит, иди там, у нас там гонки, иди отсюда. Разумеется, я никому ничего не сказала, возможно, у меня было сотрясение. Ну, привет, мы с Ёшей вновь на велосипедах, а это значит, что пора истории про... Ладно, не будет сегодня истории про шланг и хихи, там ролики, ролики. Я думал, типа, а что там? А там дверь закрыта. Если что, мы как бы едем, ведь, на перегонки, разве нет? Ну давай, хорошо. А какие истории? Я видел, короче, что много мемов было в ТикТоке. Не знаю, я в ТикТоке, я в ТикТоке, наверное, не знаю, сколько процентов... О, видала, что я умею? А ты тоже так умеешь? Короче, я чисто мемы смотрю. Мне лично в ТикТоке только мемы заходят. Ну, типа, именно из фандома. То есть, остальные там вещи, если есть, то такие, короче говоря. Вот. Но мне не попадается, на самом деле, ничего, кроме мемов. Поэтому меня все устраивает. Вот. Я очень много мемасов видел, типа, про тебя, знаешь, что ты такая чистая, вообще жуткая сигма. Под ковром спишь, через шланг прыгаешь. Кто-то там даже обе вроде бы делал, но я что-то не сохранил себе. Ну там, ну, как я понял, там все, типа, супер простенько. Поэтому, вот. Ой, а ты куда? У тебя дела какие-то, да, там внизу? Я, ну да, нужно... Я учусь падать. Ты же знаешь, что... Да. Одно из самых первых, в общем, правил. Нужно учиться падать. Первое правило, упади. Нет, ну, если... Первое правило BMX-ного клуба. Упади с велик. Да нет же, ну, как же, ну, это же... Ну, вот, допустим, я занималась всякими там штуками. Нас тоже учили падать. Это правда, это правда. Это вообще основа. Это база. База. Да, да, это есть. Фу, фу. Ты же тоже умер, скажи, что ты тоже умер. Нет. Живем. У меня же глаз сейчас задергался, ты представляешь, правый. Почему не левый? Не знаю, у меня почему-то правый. Я рассказывала историю, как я однажды... Так, поехали, истории, так. Нет, это про то, что глаз у меня сильно задергался. Ну, в общем, я пошла со своей подругой куда-то там... Блин, я не помню, куда это мы ходили. Ну, в общем, там преподаватель, она нам сказала, что там принести, кажется. И она с нами остановилась, мы с ней разговаривали. Разговаривали. Вот. И она, значит, мы вдвоём, и вот третий преподаватель. Ну, вот мы втроём сидим, стоим, разговариваем. Вот. И я понимаю, что она на меня смотрит, и у меня, ну, очень странно как-то. Я понимаю, что у меня дёргается глаз, но он так дёргается, что я прям... Ну, я прям чувствую, что он очень сильно прям двигается. То есть, как бы очень сильно так задёрглась, и что я распоряживалась, так, немножечко, знаете, отвела глаза, чтобы она не видела, что у меня дёргается глаз. Ну, и, в общем, такое чувство у меня было, что он выпадет, если честно. Ну, это реально ужасно. Кошмар. Поэтому с тех пор я ненавижу это чувство, когда дёргается глаз. Такой вот необычный факт обо мне опять. Ну, это пока, знаешь, видимо, начало видео, поэтому факты лайтовые очень такие, знаешь. То есть, нет пока такого, что, там, ты, когда каталась первый раз на велике, ты прыгала через крокодилов, там, ну, типа. Ульяна, я тебе совет дам, просто по одному этому, по одному вот так проходи и тормози. И вот так просто проезжай, вот они. Да нет же, я не страшно. Не-не-не, я тебе говорю, вот так вот. Вот так вот, по одному, аккуратненько. Да ну, хватит, иди там, у нас там гонки, иди отсюда. Не могу, не могу. Я пытаюсь ещё одновременно истории какие-то вспомнить. И ничего не вспоминается. А, ну ладно, всё это легко. Поняла, да, чё делать? Да и чё тут понимать-то? Ну как, ты тут пока стоишь, я тут уже прошёл. В смысле стою? Я еду. У тебя там с интернетами беда. Ты так едешь, что как будто бы стоишь. О-о-о-о, ну всё, всё пока. Я больше не буду тебе поддаваться, понял меня? А, ты поддавалась, да? Конечно, конечно, по-другому быть не могло быть, не вообще. Не могло. Это как, ты знаешь, ты же знаешь, да, что у каждого региона какие-то свои вот эти вот, как сказать, отметочки. Да, отцентики типа. Вот, и на В. Не знаю. Короче, есть какая-то область, я просто в ТикТоке недавно видел, там какой-то чел из управления этой области, он такой, типа, голосовуху записывает, вот. А потом оказывается, что он жутко типа окает. Ну типа, допустим, там, в Волгоградской области он такой, Волгоградская область. Типа, вот, о, много, очень много о, вот так вот. Да, это интересно, конечно. Но я, я тебя случайно. Это ТикТокер, кстати, да. Да я, да, я поняла. Блин, как-то ты слабенько идёшь, опять придётся тебя ждать. Я вообще... А ну-ка, ну, я тебя сейчас... Я не знаю, что я сделаю. Я тебя перееду. Нормально. Звучит, как такая серьёзная угроза. Если от одного моего взгляда у людей болел живот, то внезапно, то как бы всё само себе говорит. Поэтому ты, я будь осторожней. Я буду. Со мной. Я буду. Простите, ради бога. Вырвался, но само я. Я сдержалась, чтобы не продолвить. Из меня это изгоняли, конечно, но... Блин, какой там у тебя уровень, скажи, пожалуйста. Пора истории, мне кажется. 28-й. Да я пытаюсь вспомнить, я не могу вспомнить ничего абсолютно. Какой ужас. Как это? Я, вернее, у меня было что-то в голове, но я уже всё забыла. Блин, у меня есть история, я любитель на скейте покататься. Вот, и как-то раз, как-то... Как-то раз я решил покататься в такую очень дождливую погоду. Вот, да, около дома. Там такой хороший склон. Ну, как хороший. Как я потом понял, не очень ты хороший. Вот. И я такой, ну, фигня этот склон. Нормально. Я осилю, не упаду ни разу. И вообще всё хорошо. Ну, короче, с того момента я такого больше не делаю, потому что я кувыркнулся пару раз в полёте, типа. Вот, это было жутко больно. У меня фигня какая-то осталась. Я там стесал себе пол ноги. Вот. Ну, типа, у меня сейчас такой небольшой шрамик. Как это? Косточка, блин. Как вот эта косточка называется? Ну, это тазобедренная, короче. Вот, вот там вот у меня до сих пор шрамик, типа, такой. Ого. Да, такой, знаешь, размером, ну, не знаю, больше, чем пятирублёвая монетка. Ого. Это надо же так шваркнуться. Да, вот это я. Я так сделал. Вот. И приятного мало, действительно. Но прикол в том, что я ещё чуть под машину не попал. Ого. Да, такая вся история, сейчас так говоря. Вот. Давай, а у тебя были какие-нибудь экстремальные такие штуки? Ну, я врезалась однажды в машину, да. Но она стояла. Да, ну, короче. Но у тебя, между прочим, ничуть не хуже история. Веряя, ничуть не... Ну, короче, такая же вообще ужасная история. Там какой-то шрам пятирублёвую, купюру и... Купюру. Купюру. Кстати, есть уже и купюры пятирублёвые, ты знала? А, кстати, кажется, да. Возможно, я поэтому и ошиблась. Возможно. Ну, не настолько огромный шрам у меня остался. Ну, всё равно. Вообще, на самом-то деле, у меня очень много странных историй. Типа была... В общем, когда я был супермаленький, ну, то есть мне было там совсем пару лет, ну, типа два-три, наверное, около того. Не знаю, чё там с родителями было, но, ну, типа, они такие... Да, наш сын достаточно взрослый, чтобы оставить его самостоятельно в машине. Ну, примерно с того возраста пошла моя любовь к машинам, вот. И да, и мои родители такие, так, ну, ладно, ничего, оставим его в машине, пускай, ну, пускай ребёночек, пускай он там поиграется, чё он там может выдумать-то в машине, в которой ключи-то есть. Вот, ну, ребёночек такой, я не знаю, сколько мне было лет, правда, я правда не знаю, но просто сама суть, что произошло. Я такой, о, что это за ключ такой прикольный, поверну-ка я его. Я не знаю, что у нас там была за машина, она была на механике, вот, и она стояла на передаче. И, ну, ничего, я завёл, начал руль крутить, и, короче, надо было видеть лицо бати просто с мамой, потому что они были в афиге полнейшем. Вот, и, ну, папа, понятное дело, сразу побежал там этот, благо всё открыто было, я ничего не закрывал. Потому что, вот, он быстренько успел меня оттуда вытащить и машину заглушить, вот. Но, в целом, вот моя любовь откуда пошла, к машинкам, да, я с детства рулюю, можно так сказать. Вот это у тебя стаж. Да, стаж у меня такой приличный, у меня уже 12, значит, 9 лет стажа получается, как минимум. Ого, ну ты, конечно, крутой. Да, я, благодарю. Вот, и таких историй у меня, типа, ну, достаточно, реально, то есть у меня очень много таких историй было. Я, я вообще, на чём я только не рассекал. Вот мы сейчас на великах, вот, ну, велик, велик я не знаю, тоже мне вот, мне кажется, когда, когда я в первый раз вот это вот учудил в машине, мне кажется, мне тогда велика подарили, потому что сына давали хотя бы пока два колеса, потом уже четыре, потом четыре, потом нормально, а пока два. Вот, и я там начал тоже вытворять приколов, тоже там и падал. Ну, я, кстати, что интересно, я за всю жизнь ничего не ломал никогда. Вот ты ломала что-нибудь? Нет. Вот. Абсолютно. Я вот тоже ничего не ломал. Блин, это страшно, это страшно на самом-то деле. У тебя кто-нибудь что-нибудь ломал вообще? Ну, типа, из семьи там. Нет. Ну, друг как-то сломал что-то там, у него, кажется, с головой, хотел сказать. Ой. Как это называется? Нога. Нога, да, рядом с головой. Я согласен. Да ну, почему-то я не знаю, почему я решила сказать голову. Не, я не помню, меня пчёлы кусали. Боже, как ты с темы на тему просто, как же тебя дубасит с темы на тему. Да нет, я скажу почему. Да, нет, нет, ничего не ломала. Да, мне пчёлы кусали. Нормально, вот. Ещё оводы. Оводы кусали меня ещё, вот так было. Кошмар. Нет, кстати, нет. Не кусали ни раз оводы, вот это да. Я почему сказала про это? Потому что мне мама перевязала, ну, что-то там налепила на руку, чтобы очёк вспал. Но реально рука была огромная. Кто нам дала ту руку? Ну, в общем, я как-то была... Братцуха такая. Такой качок чисто была, да? Ну, да. Не, невезучая на укус пчёл. Вот. И она мне перевязала, что-то там намазала, перевязала. И я пошла в школу, и все так спрашивали постоянно, а что ты сломала руку? А что случилось? Вот. И я уже, мне так надоело отвечать, что я говорила, несчастный случай. Я не знаю, кто там что думал, но потом всё-таки пришлось и говорить, что это просто пчела. Это я, да? Ты что, меня не приметил? Это я, Ульяна. Здорово. Друзья, здорово. Да, нифига себе. А я реально не заметил, что ты тут. А я просто отвлекла тебя, видишь, с рассказами своими, Арчёлок. Своими, да, крутыми рассказами и историями. Да. Ну вот. Так вот, история про машину. Так, давай. Как ты врезалась в машину? Будучи на роликах, правильно? Не, не, на этот раз на велосипеде. Ага. Да. Вот как раз-таки на велосипеде. И я взяла, зачем-то, не знаю зачем, я взяла у подруги, вернее, это велосипед был её брата. В общем, там сложная, сложные родственные связи. И он был обычный, без нескоростой, знаешь, вот есть. Да, обычный, обычный велосипед, который ещё останавливаешь как бы не ручным тормозом, а получается ногами. Ногой, ага. Да. Ну, в детстве он такой тоже был. Потому что крутишь назад педали. Ага. Вот. А у него, у велосипеда была такая особенность. Думал, у брата. У него спадала цепь. Вот. И, в общем, мы разогнались. Мы, разумеется, поменялись велосипедами. Она была на нормальном скоростном велосипеде, где есть ручной тормоз, и который не подводится к тебя. И, собственно говоря, вот, а я нет. Мы разогнались, и, собственно, у меня впадает цепка. Ульяна, скажи, всё хорошо кончилось, или ты умерла? Ну, я жива. Вот, видишь, всё хорошо. Всё хорошо. А то я уже начал переживать, думал, может, ты умерла? Да, и с тобой разговаривает дух, на самом деле. Вот спиритическая, какая там доска, блин, спиритическая, да? Наверное. Ну, в общем, да. Так вот, у меня спадает цепка. Я не могу затормозить, а мы разогнались достаточно, ну, такой, ну, приличной скорости. Когда уже страшно, когда ты уже не крутишь педали, а просто, да, просто едешь. Ну, потому что слишком разогнался, чтобы крутить педали. Уже не можешь крутить педали. Ну, в общем. И она, ну, мы едем, едем. Я понимаю, что у меня спала эта цепь, и я не могу затормозить. Справа, получается, машина, и там поворот такой, и там, я понимаю, что едет ещё одна машина. Ну, вернее, едет машина навстречу, и сбоку машина, которая припаркована. Вот. И, разумеется, что я решаю? Я решаю, я пытаюсь сегодня затормозить. И знаешь, я немножечко была похожа, вот, есть мотоспорт, и там, когда входят в повороты мотоциклы, они так немножечко прикладывают в соответствии с поворотом свой мотоцикл. Ну, наклоняют его. Допустим, поворот направо, и они наклоняют направо. Ну, вот я почувствовала себя мото, как сказать, мото, велик, так. Человек, который едет на мотоциклах, вот, профессиональный мотогонщик. Так. И я, получается, вместо того, чтобы, ну, я не знала, в принципе, что делать вместо того, я не знала, что делать, потому что, как бы, машина едет, тут машина припаркована, подруга уже затормозила, а я не понимаю, как бы, что делать, и я в достаточно таком небольшом возрасте. Ну, в общем, я каким-то образом падаю, и, разумеется, я врезаюсь в левую сторону бампера машины головой. Вот. Я немножечко там что-то потемнело, но, в принципе, возможно, из-за того, что адреналин, я быстро встала, потому что я еще испугалась, она начала визжать, эта машина. И, разумеется, ну, потому что, как бы, еще и велосипед не твой, и там сейчас еще взрослые выбегут. И машина тоже не твоя, кстати. Конечно, а вдруг я еще своей головой разбила машину, а это все, все прилетит, капец. В общем, и, да, и я ударилась там что-то себе, много чего повредило, имеется в виду, там, всякие ссадины. Голова потом болела сильно. Разумеется, я никому ничего не сказала. Возможно, у меня было сотрясение, но этого никто не знает, потому что я такая крепкая была девчонка. Вот, даже, наверное, я не удивлюсь, если там еще и мячина осталась. Представляешь, знаешь, реально, где-то сейчас есть машина с вмятиной от твоей головы. Не, представляете, вот она говорит, нечего рассказывать, представляете, это она буквально, она буквально протаранила машину и оставила на ней вмятину. Она говорит, нечего рассказывать. Ясненько, это в копилку к твоей крутизне, да, то есть ты там через шланги прыгаешь, машины головой разбиваешь. Знаешь, просто, как это, на минималках Чак Норрис, мне кажется, такая ты. Просто еще маленькая была, поэтому на минималках, а вот и ты. Здорово. Здорово, здорово. Так сказать, проламыватель машин черепом. Да. Прикольно, кстати говоря, здесь площадочка, можно покататься. Если, конечно, у тебя цепка не спадет, то вообще будет хорошо. Если ты не поняла, да, это новый мем в тикитоках. Из-за яржу смело, правда. С тех пор я и люблю ролики больше, чем великолепные. А, я понял, чем великолепные. Да и скейты, потому что, опять же, скейты, но я тоже один раз чуть-чуть не любила выйти на скейтах. Скейты это... Ну да, потому что на роликах я как-то привыкла, возможно, из-за того, что я раньше, всех, наверное... Хотя нет, наверное, велосипеде раньше всех. Ну, как-то раньше, чем... В мире, раньше всех в мире научилась кататься на роликах раньше всех в мире. Раньше, чем на велосипеде. Я не помню просто, если честно. И поэтому из-за того, что я была меньше, когда я научилась кататься на роликах, Ну, короче, понятно. Мне было не так страшно падать на них, потому что я, ну, не боялась, собственно. А вот. Такие пироги. Ну, что я хочу сказать. Вот и всё, конец своим историям. Я жива, всё в порядке. Мира. Жива всё-таки? Всё, отлично. Я переживал, я ждал конца истории. Просто узнать, ну, типа, вообще, как ты выжила. Что же всё-таки произошло. Да, да. Ну, и мы, получается, будем ждать новый мир. Вы будете, наверное, ждать новых историй. Вспоминать новые истории. Да, мы будем вспоминать. Вы можете, знаете, что? Вы можете задать какие-то там вопросы. Ну, типа, прям супер наводящие, да? То есть, типа, там, были ли какие-нибудь истории, связанные, я не знаю, там, с роликами или там с чем-нибудь ещё? Короче, вы поняли. Что-нибудь такое сопутствующее можете придумать, если придумаете. А мы вспомним и обязательно расскажем в следующем видео. Да, обязательно. На этом, я думаю, будем заканчивать. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока.